Общественную приёмную в Инкермании открыли больше недели назад. За это время сюда обратились более 25 человек. Заявки граждан обрабатывают в течение суток. Затем их получает губернатор Севастополя. «В первый приём жителям были озвучены многочисленные проблемы, касающиеся системы здравоохранения. Сегодня мы проводим первый тематический приём с представителем департамента здравоохранения». Отсутствие социальных аптек в Инкермании – один из главных вопросов. На весь Севастополь сейчас работает одна в Гагаринском районе. Добраться туда могут не все. «Едем на Октябрьскую революцию, там 30-я аптека, там очень большие очереди, люди все возмущаются. Приезжаешь, даёшь документ, они говорят, что вот это лекарство есть, а вот этого нет». Елена Килба тоже обеспокоена отсутствием социальных аптек. Женщина – опекун 12-летнего мальчика-сироты. У него диагноз – ДЦП. Лекарства для лечения нужны постоянно. Кроме того, нет подходящей инвалидной коляски. «Нам выдали коляски большие, вот с большими колёсами, они нам не подходят. Нам нужна коляска Василиса. Ну вот буду просить, чтобы, может быть, помогли мне». Специалисты приняли 8 жителей Инкермана, выслушали 21 вопрос. Решение по ним подготовят через две недели. «Для Инкермана действительно очень важно, чтобы мнение инкерманцев, так как отдалённый муниципалитет, услышало правительство. И правительство для этого делает всё возможное». Общественные приёмные работают также в Балаклавском и Нахимовском районах. Приём здесь ведут два раза в неделю. Подробное расписание вы видите сейчас на экранах. Также с ним можно ознакомиться на сайте правительства.